Всем привет! С вами Юля. Вы на канале о вышивке крестом. И сегодня я хочу снять видео о всех моих начатых процессах. Видео многими любимое. У некоторых оно вызывает разные отрицательные чувства. Все это понятно. Но я вам хочу сказать так, что в жизни у нас разные случаются моменты. Хочется начинать, хочется покупать. Бывают моменты, хочется расхомячиться от всего, избавиться. Хочется вернуться к одному процессу. Такие моменты, перемены у многих у нас бывают. А мы, блогеры, особенно этому подвержены. Потому что, конечно же, нам нужно также создавать интересный контент. Вас немножко развлекать. Поэтому накапливаются процессы. Что-то вышивается, что-то не вышивается. Откладывается у каждого процесса своя судьба. Интриги у меня не будет. У меня сразу вот такой вот листочек с всеми моими процессами. Этот список я сделала на 1 августа 2021 года. В этом году. То есть буквально несколько месяцев назад. На тот момент у меня было всего 28 процессов начатых. Потом у меня еще несколько процессов добавилось. Сколько у меня здесь добавилось? 3 процесса добавилось. И вот сколько у меня процессов завершилось. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 процессов у меня завершилось за это время. И на сегодня остаток. На 31-е, 12-е у меня всего 24 процесса начатых получается. Сейчас я все их вам покажу. Как раз сверю. Может быть я что-то упустила. Может быть что-то я расформирую. Все сейчас мы посмотрим. Итак, значит, почему столько много процессов? И что с ними будет происходить? Какие-то процессы у меня начинались, но они не пошли. Либо я к ним перегорела. И они просто переходят из года в год. С ними ничего не происходит. Есть процессы очень много, которые я в этом году устроила месяц стартов, лето стартов. И у меня сразу с десяток добавилось. Поэтому, конечно, список вот так вот сразу вырос. Но вы видите, что вот с августа месяца у меня все-таки есть финиши. Финиши у меня есть. У меня есть завершенные работы. Все это тоже я вам покажу в следующем видео. Мои готовые работы по 2021 году. Но сейчас о процессах. Вот так пока у меня складывается возможность по времени. Поэтому буду вот так вот вам снимать. Начну сегодня с всех моих процессов. Потом итоги. Но потом посмотрим, что как пойдет. Конечно, видео будет для меня сложным. Потому что 24 процесса. Все это достать, все перебрать, все вам показать. Это, конечно же, непросто. Итак, то, что у меня вот было уже заготовлено, в общем-то, под рукой. Это панна. Я недавно вышивала, недавно вам показывала. Там мне, кстати, неудачная была съемка. Снимала вечером на мобильный телефон. И как-то вот, знаете, не получалось никак настроиться. Но решила уже выложить это видео. Вы меня простите за это качество, которое получилось. Просто я поняла, что если я его не выложу, буду ждать момента, когда же я смогу переснять на полтора часа видео. Я поняла, что это будет не скоро. И могу вообще не снять. А время уходит. Раз я уж как бы так силами собралась и вроде бы пытаюсь сейчас вернуться к моей блогерской жизни. Поэтому простите за это видео такое не очень качественное. Вот сегодня снимаю на хорошую камеру. Вроде бы и освещение более-менее нормальное. Поэтому вот показываю вам. Начинаем с первого процесса. Это у нас панна-вода. Вот такая должна быть подушка. Но у меня, скорее всего, будут картины. Хотя не знаю, как получится. У меня два дизайна вышиты из этой серии. К сожалению, здесь нет картинки этих дизайнов. Там огонь и ветер. Получаются потрясающие. Все, кто видят эти работы, несмотря на то, что здесь такая простота, пиксельность. Все, в общем-то, достаточно все просто. Но получается настолько душевные вот эти вышивки, что все, кто их видят, все влюбляются, всем очень нравятся. Вот такие вот стихии. И вода и земля у меня будут вышиваться. Долго я не могу завершить эту серию. Надеюсь, что в 2022 обязательно завершу. Это тот процесс, который у меня будет вышиваться. И вот пока я болела, я немножечко так взялась. Взяла себя в руки, организовалась и чуть-чуть вышила. Ну вот достаточно такое хорошее начало. Несколько тысяч я прямо так махом прибавила. Видите, где мы сейчас находимся. Вот, поэтому я думаю, что я буду вышивать вот так вот налетами. Буду ставить себе, может быть, по настроению в какие-то месяца план брать и потихоньку вышивать. Я думаю, что можно вышить. Вышивается приятно. Здесь нет каких-то сложностей, которые меня бы останавливали от процесса. Здесь все только в плюс. Как бы, да, все очень нравится. Вот, ну, как всегда, процессов много. Один, все к себе тянут, не знаешь, что первое вышивать. Вот, такие здесь классные яркие нитки. Немножко они у меня уже, конечно, такие не в идеальном состоянии, потому что процесс-то уже в работе. Вот, ниточки короткие, но никакого дискомфорта с этим нет. Складываю в две и замечательно вышиваю. Вот такой процесс. Органайзеры я сделала вот такие из основы. Это не поролон, это такой материал вспененный. Даже не знаю, как он называется. Сейчас этим материалом перекладывают и технику, и везде, везде, везде. Вот на двусторонний скотч вырезала ключик. Сюда его приклеила и паркую иголочки. Сразу стало удобно. Ну, конечно же, в коробку, потому что иглы и здесь органайзеры получились такие объемные. Из-за того, что и ключ такой был крупный. Не хотелось мне писать от руки, вырезать. Поэтому я вот так вот, по-ленивому, все в коробку. И, в принципе, достаточно мне этих приспособлений, чтобы вышивать. Пока у меня здесь все на кюснапах, и вышиваю я на топексы. Поэтому вы видите вот эти вот хвостики, это закрепки. Я их оставляю, чтобы случайно ниточка у меня не убежала. Поэтому они потом будут зашиваться. Вот такая вот у меня здесь красота. Очень красиво получается. Крестики ровненькие. И ярко. Очень ярко и позитивно. Вот такой вот у нас первый процесс. Идем дальше. А дальше у нас Стоник Крик. Хоум Свит Хоум. Вот такой баннер. Когда покупала, я думала, что это будет простая, небольшая работа. Которая будет вышиваться, в общем-то, как отдыхалочка. Я здесь повышиваю все вот эти вот яркие цветочки и птички. Моя тема. Но оказался Стоник Крик не так прост. У Стоник Крик есть и такие несложные дизайны, но есть дизайны в основном сложные. Вот мне попался сложный. Не в том плане, что по вышивке он особо сложный. Нет, по вышивке он не сильно сложный. Но он сложный по организации. Вот посмотрите, сколько неток. Здесь 70, по-моему, цветов около того. И есть две нитки ручного окрашения. Но у меня, по-моему, только одна. И одну я заменила, по-моему, на гамму. Сейчас давайте откроем. Я уже точно не помню, как там у меня все происходило. Вот такие карточки я использую для организации. Ниточек в контейнер, чтобы не перепутать, вот какого процесса. Стоник Крик, Хом Свет Хом. Вот. И вот посмотрите, сколько ниток. Здесь 70 цветов. Нитки ДМС, яркие. Цвета все красивые, сочные. Одна ниточка вот здесь у нас. Вот она, ручного окрашения. Так, что за нитка? Я уже забыла, что за нитка. Ее так мало здесь. Она такая дорогая и вообще использовалась. Вообще практически там совсем чуть-чуть неоправданно. Если будете вышивать, она вам не нужна, не покупайте. Так, ну вот. Вот это у нас ниточка. Она здесь, я ее так замотала. Ну, в принципе, ничего особенного. Такой зеленый цвет с приходами. Я не могу сказать, что она прямо здесь необходима жизненно. Ну, просто добавили для того, чтобы удорожить сам дизайн. Вторую нитку я не купила и хорошо, потому что я ее заменила на ПНК. И прекрасно все это у меня здесь вышилось. Где у меня эта ниточка использовалась, ручного окрашения. Итак, по основе я точно не помню, какую я использую, но не по ключу. У меня здесь просто канал соответствует. По-моему, это у меня пермин, если я не ошибаюсь. Ну, такая очень плотная, хорошая равномерочка. Вот. Ну, и то, что у меня вышилось, совсем немного. Видите, самое-самое начало, конечно, вышивать еще здесь мне предстоит достаточно. Если вот посмотреть на картинку, да, какой объем. Ну, что ж, будет это вышиваться уже, наверное, весной в 2022 году. Вот. Сама себе сказала, планы делать я не буду. В этом году у меня не будет видео о планах. Мои планы — это мое настроение. Даже я не буду говорить, что сосредоточусь на начатых процессах. Нет, просто по настроению. Потому что настолько все как бы в жизни закручивается, что просто хочется расслабиться и вышивать. Неважно, сколько у меня их там начат, этих процессов. Главное, чтобы они приносили мне радость и удовольствие. Если что-то мне перестанет нравиться, я буду отменять эти процессы, начинать новое. И, в общем, будем с вами вот так вот дружно их вышивать. Ну, я надеюсь, вот видите, к чему я хотела сказать. Вот планы строить не хочу, но автоматически, когда смотришь на каждый процесс, все равно в голове проскальзывает какая-нибудь идея. Вот и хочется сказать, что а вот этот процесс я буду вышивать вот так-то, а вот этот вот тогда-то. Вот этот хочется вышивать весной, когда мы все устанем от зимы. У нас, кстати, зима сейчас только к нам приходит. У нас 25 декабря на Рождество всегда очень тепло. Плюс 18, плюс 19 и плюс 20. Конечно, это не те плюс 20 весной и летом, когда солнце греет, не светит, а греет уже по-другому. Но, тем не менее, всегда очень теплая погода на Рождество. После Рождества у нас начинается похолодание. Вот сегодня у нас 31 декабря, и уже такой холодный-холодный ветер несколько дней дует. Центральную Грецию и Горную Грецию снегом засыпает. У нас уже тоже так холодно и пасмурно. Ну, в общем, у нас начинается зима где-то с января. Где-то с 10 января у нас будет очень холодно. Ветер, сыро, ну и сейчас, конечно, сыро дожди идут. Снега у нас не бывает в Афинах, потому что мы здесь самая южная точка, и у нас вокруг горы, они нас защищают от всех циклонов. Ну, к нам максимум дожди приходят, снег это большая редкость. Ну, вот зима у нас вот такая. Сейчас, кстати, хоть и зима, а деревья зеленеют, травка зеленеет, и как бы природа напитывается влагой. Вот такая у нас погода интересная. Так вот, после долгой зимы, в любом случае холодной, затяжной, когда природа вся просыпается, и мы тоже все это чувствуем, хочется лично вышивать что-нибудь вот такое. Ну, я думаю, что, скорее всего, весной я и вернусь к этому процессу. Вот такая здесь у меня организация простая, но сам дизайн оказался, видите, очень затратный. Столько ниток. Я даже не ожидала, но раз купила схему, все приготовила, я буду, конечно же, вышивать. Так, и мы идем дальше. Итак, следующий процесс, это бисерный процесс, икона от фирмы Паутинка. Спас нерукотворный, размер работы 20 на 25 сантиметров, бисер здесь чешский, 11, по-моему, цветов, оттенков, или 10, 10 оттенков. Вот, к сожалению, немножко помелась работа, нужно будет ее прогладить. Здесь у меня произошел старт, я немножко начала, попробовала сам бисер, посмотрела, как пойдет процесс. Мне, в принципе, все понравилось, вышивается легко. Бисер качественный, поэтому с этим процессом нет никаких вопросов. Просто, конечно же, нужно найти время. Вышивается здесь легко. Здесь у нас в основном рамка вышивается, ее немного, но и сам нимб в центре. Я люблю иногда вышивать бисером, поэтому у меня присутствует всегда какой-то бисерный процесс. И также иногда я вышиваю иконы, покажу вам, ну, когда выши эту работу, покажу вам мои вышитые иконы. Вот, пока вам показываю саму основу и бисер. Пытаюсь вот так вот вам показывать, но особо у него как бы нет блеска, он больше такой матовый, но все равно хотелось показать вам бисер более с близкого расстояния. Вот такая у меня работа. Дальше. Бисер у меня находится вот в таких ромашках. Я очень люблю организовывать бисер в эти ромашки. Очень-очень удобно. Я, когда приступаю к работе, я открываю необходимые цвета, высыпаю себе какое-то количество прямо на работу и потихоньку вышиваю. Остатки потом разбрасываю по ячейкам. Вот, смотрите, какой бисер, какие цвета здесь используются. Сейчас, немножко вам пооткрываю, покажу. Красивый очень бисер. Приятно, конечно, с ним работать. Видно, бусины здесь, видите, вот такие они пластиковые. Они очень магнитятся к рукам, потому что пластик. Не знаю, как они себя будут вести после вышивки, по стечению какого-то времени, через прохождение какого-то количества лет, также сохранятся, либо будут облазить, не знаю. Ну, я вышиваю, а там уже посмотрим. Вот, я думаю, что к этому процессу я вернусь в январе. Я буду в январе вышивать моего ангела элегантности от Dimensions, как основной процесс вести к финишу. Ну, и как компаньон возьму, наверное, бисерную работу, вот эту. Поэтому я сейчас отложу в стороночку поближе, так сказать, приведу в порядок. Побрезаю здесь какие-то вот нитки, пооставались, немножко проглажу, подготовлю этот процесс и буду его вышивать в январе. Вообще, планы на следующий год я не строю, видео о планах у меня не будет. И вот процессы, которые я вам показываю, это тоже не так, чтобы это прямо мои планы, нет. Это просто те процессы, которые у меня есть, а вышивать я буду по настроению, не буду ничего планировать. Я поняла, что планы это не для меня. Когда-то я вышивала, и по плану было интересно. Но в последнее время, знаете, столько всего в жизни происходит, что хочется себя просто иногда вот сиюминутно просто порадовать каким-то процессом, может быть, каким-то стартом, вернуться к чему-то старенькому. И когда вот я сниму вам планы, порассказываю, потом, знаете, совестно мучаюсь, что вроде бы и вам объявила, я себе тут всё написала, о планах не придерживаюсь. Поэтому я решила, что в 2022 году планы я не буду строить, я буду вышивать просто. И по мере моего настроения с вами делиться моими какими-то процессами. Посмотрим, что как пойдёт, если будет у меня настрой, значит, будут они вышиваться, если нет, что-то будет новое начинаться. В общем, всё будет у меня по настроению. Вот такой у меня процесс. Есть я его откладываю в стороночку. Идём смотреть другие процессы. Так. Буду стараться брать все то, что поближе, то, что полегче показать. Есть у меня такая папка. Здесь у меня небольшой процесс, но достаточно хлопотный оказался в плане подбора. Так. У меня тут целая куча процессов оказалось. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас. Так. Это у меня, знаете, что? Здесь у меня вышивается Тут столько ниток. Здесь у меня вышивается звезда от фирмы Just None. Там садовая звезда, а у меня будет ферма. У меня здесь практически всё не по ключу. Я на своё усмотрение взяла просто два цвета основы. У меня очень красивая мурана была куплена, зелёного, и вот такого вот цвета нуга. Мне кажется, они вместе сочетаются просто великолепно, очень интересно. И я решила использовать эти две основы. Уже приступила к вышивке. Вышила один элемент, вот второй начала. И, как вы понимаете, всё это отложилось. Этот дизайн обязательно будет вышиваться, завершаться в следующем году. Он несложный, но работы здесь достаточно много. в цветочки, звёздочки, часто смена нити. Нитей, кстати, много здесь. У меня здесь в коробочке все. Посмотрите, сколько ниток. Так как у меня основа не по ключу, то некоторые цвета, в частности зелёные, мне пришлось, конечно же, заменить, чтобы они не сливались с основой. Поэтому у меня здесь много ниток разных. Вообще у меня столько процессов организованы, где используется много ниток. И я вот представляю, когда начну я всё это завершать, сколько ниток у меня вернётся в мою палитру, как она пополнится масштабно. Это ещё вот какие-то тут нитки у меня с другого процесса, что-то я ещё начинала. Ну, в общем, ниток целая куча в этой коробке. Прямо, наверное, штук 50. У меня подобрана основа здесь, как я и сказала, муран, это соответствует 16-му каунту. Вот такие вот два, один точнее квадратик у меня вышелся с зайчиком. Второй тут у меня наметился. Ну, а эта основа ещё никак не проучаствовала. И отрез здесь достаточно большой. Просто я вот решила не отрезать сразу, а уже буду вырезать по завершению работы. Кстати, я смотрю на эту основу. Она очень такая интересная. Может быть, её использовать для моих русалок. Я вам показывала покупки. Там две русалки от Миробилия. У меня нет основы. Может быть, вот её лучше даже использовать. Не лавандовую, а эту. Она более приглушённая. И в этом конвертике у меня схинки распечатанные. Мне девочки самоделили. Здесь Надежда делилась со мной. Даже записала имя. Кто бывает, забываешь, конечно же, кто что присылает. Вот схема есть. Я по ней потихонечку вышиваю. Буду вышивать этот процесс. Это не заброшенный. Он мне нравится. Он не сложный. Здесь всё можно очень хорошо, быстренько вышить. Просто время его на тот момент не пришло. Но я думаю, что вот в этом году я обязательно завершу. У меня на этот год всё время к плану возвращаюсь. Мысленно. Вот представляете? В этом году мне из маленьких моих каких-то изделий нужно сделать вот эту звезду. И у меня есть ещё Зигугу от Риолис. Я от Риолис вышила все без корню игольницы, которые у меня были куплены. И осталось только Зигугу. И ещё вот эта звезда будет. Но здесь у меня ещё нет полипелец. Это такие шарики, которые будут засыпаться в уголочке звезды. Буду искать. Пока не нашла. Может быть, придётся где-то заказывать. Но вот когда нет каких-то материалов, немножечко, конечно, это тормозит процесс. Но я что-то придумаю. В любом случае, даже если не найду полипелец, чем-то я заменю. Чего-то я туда насыплю. Не знаю пока. Вот ещё один такой процесс. Идём дальше. А дальше у меня есть вот такой вот очень интересный дизайн от Lavander and Lays. Ангел мира. Очень красивая девушка. Классный ангел. Здесь такие одежды шикарные. Лицо очень красивое. И вообще тема достаточно интересная. Композиция интересная. В общем, меня эта картинка впечатлила. Я купила необходимые все материалы. Приступила. Ну и вот то, что у меня вышито. Вышито самое начало. Это часть одежды. Я так понимаю, это накидка либо плащ. Да, вот. У ангелов девушки. Вот они. Эти одежды. В чём интересы этого дизайна? То, что здесь используется крейник. Вышивается и вот часть одежды. Вот такие квадратики. Потом, конечно же, здесь будет ещё и бэкстич. Будет ещё бисер. Много разных украшений. Процесс интересный, несложный. Потому что здесь вот в принципе зелёные цветом я вышивала. Здесь такие участки, где берёшь и просто вышиваешь. Нет частой смены нитки. И поэтому особых сложностей не доставляет эта работа. Но так как это 16-й камп, всё-таки знаете, по объёму кажется немного, но на 16-м каунте всё-таки кресика здесь вышито. У меня прилично. Не маленькая работа будет. Достаточно объёмная. Шить и шить. И этот процесс тоже будет у меня вышиваться обязательно. Мне нравится этот дизайн. И я на него как бы делаю ставку в этом году. Обязательно к нему вернусь. Здесь у меня вот, покажу вам, что у меня по организации, комплектации. Это у меня металлизированная нить. В пакетах я её разобрала, чтобы не потерять. Честно, не помню от этого это дизайна металлизированная нить или нет. Но вот здесь она у меня оказалась. Так, это ключ у меня вспомогательный находится. Вот у нас схема. Копия. Это у нас самый низ. там, где я сейчас вышиваю. И я вот первый этот лист, нижний самый широкий, я ещё не завершила. Мне ещё вот здесь нужно много повышивать. Вот здесь чуть-чуть, вот здесь. Ну, бисер я буду пришивать в конце, а вот по крестикам, конечно, ещё здесь нужно повышивать. Видите, схема, конечно же, тоже такая здесь объёмная, насыщенная. но у меня здесь начались уже новые цвета. Зелёный практически я самую большую часть вышила, поэтому начинаются новые цвета, интересно. И вот глядя на всю эту красоту, уже поскорее хочется вернуться к этому дизайну. Очень он мне нравится, поэтому надо, надо, не знаю, что делать. Вот когда возвращаешься к процессам, смотришь, какие процессы, сразу хочется браться за всё, начинается паника, почему я это всё ещё не вышила, срочно мне нужно вышивать, смотрите, сколько кренника, ой, кренника, говорю, простите, это Рейнбол Гэллери, вот, металлизированные ниточки, вот, Рейнбол Гэллери, смотрите, какие красивые тут у нас цвета, ниток от их уходит очень много, если вы будете вышивать, не покупайте по ключу вот этот Рейнбол Гэллери, его уходит очень-очень много, покупайте, заменяйте металлизированную нить, вот, что я хотела сказать, иначе это вам обойдётся очень-очень дорого, в копеечку влетит, вот, я на начальном этапе, у меня уже одна ушла, вторая там бобиночка, вот такая вот, она тоже уже на исходе, поэтому, я, купила всё по ключу, и, но я вот сразу не изучила хорошо схему, схватила, всё по ключу хотелось, но вот сейчас, конечно, я понимаю, что нужно было менять, потому что его, её здесь очень-очень много, по ниткам, вот они все нитки, они у меня в катушках, в катушках, бобинках, посмотрите, сколько много ниток, сюда помещается около 50 бобиночек, может быть, плюс-минус, вот, видите, много-много ниточек, зелёненькие, здесь у меня уже хорошо я ими повышевала, поэтому они такие худенькие, другие цвета ещё достаточно такие полненькие бобинки, предстоит ими, конечно, поработать, и есть, конечно же, бисер, немного, но присутствует, это у нас, так, видно, это у нас, как он называется, маленький бисер ювелирный, маленький-маленький, мелкий, который, это обычный, 40-123, их две пачки, 40-123, и вот такой золотой, 20-557, вот такой вот у нас здесь бисер, в украшениях, будет красивый, конечно, ниточки здесь, металлизированные, вообще, цвета подобраны, классно, такая растяжка, здесь цветовая, очень, очень хорошо подобраны, все эти переходы, вот такая красавица, у меня должна получиться, вот, это то, что тоже я обязательно, вот прям, планирую вышивать, в следующем году, и даже хотелось бы завершить, эту работу, давайте вам немножко приближу, покажу, как выглядят крестики, кренник, какой подол красивый получается, так, вот, смотрите, красиво, да, очень плотная зашивка, видите, какие получаются, так, какие получаются крестики, аккуратные, и плотная зашивка, вот, сделала максимальное увеличение, просто, чтобы вам показать крестики, как переливается этот кренник, его нужно было вышивать в две нити, по ключу, но я вышиваю в одну, потому что, знаете, очень накладно получается, ну, и так, блеска достаточно, меня все устраивает, вот, я пробовала внизу в две ниточки, видите, получается, конечно, поплотнее, но и вышивать посложнее, мне кажется, в одну нормально, красиво, эти пропуски, это для бисера, вот тут у меня новые оттенки начались, ой, прям так уже скучаю, смотрю на эту работу и скучаю, хочется к ней вернуться, да, начинаешь разрываться, смотришь, и тот процесс можно сейчас взять, повышивать и дошить, этот хочется вернуться, тут тоже, вот новые цвета, ах, да, скучаю, очень соскучила за вышивкой, не вышивала, как бы несколько месяцев практически, вот сейчас снимаю это видео, сама очень сильно разволновалась, впечатлена своими процессами, хочется каждый процесс снова взять и вышивать, ну, как-то буду находить время и самые-самые любимые обязательно будут вышиваться, вот, на раме у меня здесь все натянуто, приготовлено, в любой момент я могу поставить на станок и начать вышивать, поэтому Юля, хватит, хватит тянуть и ждать, нужно находить время, вот такая красота, мы идем дальше, дальше под руку мне попался вот такой вот мешочек, здесь тоже очень интересный процесс, сейчас буду охать-ахать, я знаю, многие ждут этот процесс, ой, не с той стороны вытащила, все перевернулось, знаю, многие ждут этот процесс, ну, что делать, у меня тут такой магнит классный, я про него забыла, и мощный, смотрите, дерево, такое красивое, красивый магнитик, так, что это у нас, это у нас анкор, оригинальный набор, водный канал, называется, дизайн, вот такой, насыщенный, яркий, необычный, классный, много деталей, много персонажей, много интересных мест в этом дизайне, и я никак не могла удержаться, чтобы не начать этот дизайн, я начала совсем чуть-чуть, вот, но отложился он, и знаете, я вот сейчас думаю, может быть, мне нужно было бы заменить основу все-таки на равномерку, потому что здесь очень много третий четвертых креста, прям, очень-очень-очень много, и забилуют, и, конечно, вышивать очень сложно протыкать, не очень сложно, можно все преодолеть, но, конечно, это доставляет некоторый дискомфорт, хотя, с другой стороны, у меня есть и другие наборы из этой серии, продолжение этого водного канала, там тоже Аида, что все заменять, но раз уже начала, наверное, буду вышивать на Эди, потому что я не любитель вообще заменять основы, как у меня тут произошло начало, одна уточка готова, и бэкстич, бэкстича здесь много, деталей много, до второй уточки, чуть-чуть не хватило у меня сил, чтобы дошить вот этот кусочек, этот уголочек, да, уже довести до ума, чтобы были хотя бы утки, совсем-совсем маленькое начало, ну вот к этому процессу тоже хочется вернуться, он такой, такой интересный, хочется повышивать и вот эти вазоны с цветами, и видите, человек с лошадкой, тут еще рыбак, тут парочка гуляет с собакой, тут еще лошадка на выгуле, там парочка на мосту, дома какие красивые с цветами, сама вот эта лодка-амфибия тоже, и это все, конечно, очень атмосферно, ярко, классно, и нужно вышивать, нужно вышивать, находить время, ну, дизайн сложный, скорее всего, в следующем году не вышлю, но хотя бы чуть-чуть, мне нужно позаниматься, вот, взяться, начать продвигать, начать вышивать, организация у меня на вот таком органайзере а-ля пака китайский, но цветов здесь немного, поэтому, в принципе, в принципе, вот так это должно быть, ага, в принципе, все нормально, как бы ячеек хватает, значки есть, иглы паркуются, что еще нужно для организации, ну, вот ниточки такие вот яркие, сочные, и в дополнение, те еще, которыми, естественно, я не пользовалась, моточках, вот так вкладывает анкор, так же моточки, под классный, классный дизайн, нужно тоже организовывать себя и его хотя бы чуть-чуть продвинуть, я уже не говорю, что вышить, он сложный, но хотя бы продвинуть в следующем году нужно, опять же повторюсь, не знаю, как у меня будет происходить сам процесс возвращения к какому-то дизайну по настроению, сейчас, вот когда я держу их в руках, мне прям вот все хочется вышивать, я бы, не знаю, прям разрываешься, ну понятно, что все сразу не получается и каким-то образом буду возвращаться к тому или иному процессу, а дальше у меня вот такой вот очень интересный тоже набор, который, к сожалению, у меня тоже завис и может быть и хорошо, что он завис, потому что здесь возможно нужно все-таки как-то изменить сам процесс, переорганизовать в общем к нему нужно настроиться, я за него как-то так взяла и задумала, что его быстренько так вышью, ну вышью, выполню этот дизайн, но так как это вышивка лентами, то здесь немножко совсем другая логика, да, по-другому все это работа идет с материалами и я, наверное, поспешила, что я его так взяла и не смогла сразу довести до ума, на него нужно настроиться, сделать хорошую организацию, натяжку, раму, все, все это внимательно еще раз почитать и подумать. Сам дизайн, он, набор просто великолепный, здесь у нас розы 70 на 25 сантиметров, называется розы, размер работы 70 на 25 сантиметров, вышивка, вышивка лентами, вот такие у нас здесь должны получиться розы, объемные, большие, многоцветные, многослойные, очень-очень красивая должна быть работа. Что у меня здесь, какая проблема? Я Аиду заменила на бархат, мне показалось, что это будет намного эффектней, но бархат, он очень плотный, не эластичный, видите, у меня здесь уже одна, выползла, выполз один листочек, не знаю, вот так, сейчас смотрю через камеру, прям красиво смотрится, может быть я исправлюсь, нужно, когда вышиваем мы лентами, обычно используются такие ткани, которые эластичны, и при проколе крупной иглой с лентой, дырочка сама открывается, и лента проходит, здесь другая проблема, не открывается ткань, нужно хорошо ее прорезать, прям делать дырки, потом с обратной стороны зашивать, и вот как бы эту часть я выполнила, вроде бы ничего, но я думаю, а розы, мне придется там вообще-таки дыромахи делать приличные, все это потом зашивать, я не знаю, может быть я сглупила с тканью, мне нужно вернуться к обычной аиде, которая была в наборе, дырчатая, и эти дырочки, может быть, будут помогать, чтобы лента проходила лучше, и то, что дырочки, ну не страшно, сделается темная подложка, они не будут видны, вот, такие у меня мысли, меня посещают, хотя вот на камеру, вот черный бархат, он смотрится прям очень классно, вот эта часть, где все эти листочки, посмотрите, красиво же, да, очень так плотненько, может быть, и стоит помучиться, и дальше выкладывать мои цветы, вот на этой основе, нужно еще подумать, нужно подумать, нужно хорошо собраться с силами, с мыслями, организоваться, и сесть за этот, за этот набор, потому что будет шикарно, вот, мне очень-очень нравится, то, что должно получиться, поэтому, будет обязательно выполняться, вышиваться этот, этот набор, посмотрите, сколько здесь лент, много, ленты классные, очередные мытье, качественные, такие ленты, не хочу прям все вытаскивать, сильно, их нарушать, вот так, видите, широкие, цветные, такие ленты, классные, очень хорошее качество, если вот такие вот потоньше, в смысле, поуже, они идут на листики, вот, но я не хочу сильно прям, вытаскивать все ленты, потому что, они у меня, так сложены, аккуратненько, здесь в папке, чтобы не открывались, в общем, здесь нужно думать, здесь нужно, не торопясь, все организовать, еще раз подумать о замене основы, либо оставлять бархатную, либо вернуться к аиде, и, конечно же, выполнять этот дизайн ленты, это, конечно, здесь шикарный набор, очередную мыть, я очень люблю, у них очень качественные материалы, в наборах, и дизайн у них великолепный, у меня есть несколько работ, очередной мыть, выполненной лентами, и, конечно же, хочется и вот этот, и я думаю, что в течение года я найду обязательно время, как-то это все должно произойти, так, еще один мой начатыш, так, это у нас поцелуй, знаменитый, от фирмы Риолис, обожаю этот дизайн, мне нравится разработка у Риолис, но у золотых ручек, в бисере вышла еще круче разработка, девочки вышивали на YouTube, я смотрела на совместники, вышивали, и это, конечно, потрясающая работа получилась, ну, меня, конечно, поразило, я люблю этот дизайн, вот, но так как у меня уже есть начало от Риолис, у меня есть одна вышитая работа, материнская любовь, материнская любовь, от Риолис тоже с шерстью, и, конечно же, нужно эту, да, вышивать, чтобы они вместе оформились, вот, столько у меня вышито, крестики у меня здесь прям такие ровненькие, шерстью я давно не вышивала, такой классный-классный процесс, вот тоже смотрю, прям хочется уже вернуться, все, слюнки потекли, такие яркие цвета, все так красиво получается, и уже есть такой старт хороший, процентов 20 вышито, так, что у меня здесь по организации, папка в папке, немножко пошуршим, немножко вам покажу, что у меня здесь происходит, тут и магниты, значит, тут у меня схема, дополнительные, дополнительные нитки, так, очень давно не открывала этот процесс, правда, даже не знаю, что у меня здесь схема, понятно, бисера, вот же у нас бисер еще есть, рубка, бисер, ниточки еще не открыты, моточки, у меня еще старенький, старенький, знаете, как давно покупала этот набор, даже не представляете, ну и образцы, а все остальное у меня, основные нитки организованы вот на такой органайзер, ну они, понятно, сложены, поэтому вот таким пучком, ну это все просто открывается, разбираются они, выравниваются, вот, поэтому, в принципе, организация здесь есть, бери и вышивай, вот это у меня тоже любименький процесс, который, хотелось бы вернуться к нему, тоже его повышевать, я уже не говорю завершить, но хотя бы повышевать, его хочется, он классный, он классный, он достойный, и хочется оформить, я люблю Климта, за его яркость, и позитивность красок, вот, зачем мне здесь было две падки, я не могу понять, ну ладно, я потом закрою, в общем, вот этот процесс я вам показала, идем дальше, так, дальше покажу вам еще один процесс, который у меня на начальном этапе, буквально находится, вот, это у нас красавица Персифона, подарок от Ольги, у меня очень много подарков, вышивается, здесь это не организация, на самом деле в этом пакете, это просто дополнительные материалы, и украшения, сама организация, они так в коробке, я сейчас не дотянусь к коробке, показать вам нитки, но я думаю, что и особо смысла нет, показывать нитки, просто я вот нашла, рядом стоит у меня пакет, с дополнительными материалами, где есть картинка, показать вам, вот она, Персифона, вот, и то, что у меня уже вышито, вышиваю я на, не родной основе, в смысле, не по ключу, по ключу у меня не было, но нашлась вот такая кофейная, очень интересная, приятная основа, которая, на мой взгляд, сюда тоже очень гармонично идет, сочетается с, с юбкой, и сочетается с узором, который будет вышиваться в фоне, я ниточки прикладывала, и вот этот, вот этот фон, очень красиво, ниточка эта будет ложиться на эту основу, поэтому, в целом, основа, на мой взгляд, подходит, буду вышивать, вы будете смотреть, и уже по ходу, будете сами принимать решение, ну, как смотреть, как вам нравится, не нравится, мне, в принципе, нравится. Крестики здесь такие маленькие получаются, так, покажу вам крестики поближе, вот так выглядят мои крестики, пропуски это под бисер, соответственно, цвета, которые идут в юбке, очень-очень приятные, приятно вышивать этими оттенками, вот такая красота, ну, пока он отложен, возможно, вернусь к этому дизайну, и немножечко его продвину, хотя бы какими-то набегами буду вышивать, всего-то много, что делать, вот, такой процесс, так, дальше идем, промеробилие, это у меня, это у меня собрана мечтательница, но она у меня еще не на чита мечтательница, но нитки уже собраны, может быть будет старт в следующем году, посмотрим, так, это у меня здесь что, а это у меня нитки от персифоны нашлись, так, от этой красавицы, где нитки, это у меня персифона, какая палитра классная, да, особенно эти мятные оттенки, шикарные, те процессы, которые у меня вышиваются вот так редко, я люблю организовать с бобинками, чтобы нитки сильно не путались, вот, а те процессы, которые у меня активно вышиваются, я стараюсь их навешивать, так быстрее получается, когда вышиваешь, брать нитку, так, а это у меня рождественская красота, тоже сейчас найду где-то нитки, пойду за следующим процессом и найду, вот, начинала в прошлом году, у меня купленная была просто вот эта основа, очень приятного, интересного, мятно-бирюзового цвета, хотела я как-то воспользоваться этой основой, что-то вышить, и вот начала миробилию рождественскую, вставлю вам картинку, потому что сейчас вот под рукой, почему-то нет у меня какой-то картинки, я вставлю картинку, и как вы видите, это самое начало юбки, эта основа соответствует 14-му каунту, крестик здесь крупный, схема очень-очень простая, все вышивается цветовыми такими пятнами, поэтому за несколько дней у меня вышелся вот этот вот такой хороший кусок, и все, и работа отложилась, уже лежит год, и придется ей еще полежать, потому что много всего, но мне очень нравится то, что получается, мне нравится работать с этой основой, цвет приятный, все это ложится очень классно, и основа здесь достаточно большая, по 50 на 70, и будет красавица прям вот на все эти 70 сантиметров практически, за счет того, что здесь 14-й каунт, поэтому будет такая большая, серьезная, красивая работа, но я надеюсь, что когда-нибудь я справлюсь с этим объемом, такая присказка к каждому процессу, ну смотрите, красиво, когда легли крестики, цвета, хорошее сочетание, интересный процесс, ну что ж, пожелаем ему удачи, так, это из стареньких, из совсем стареньких, но этот процесс я не хочу забрасывать, я все-таки к нему вернусь, хотя бы тоже как-то набегами, по чуть-чуть, его нужно начать вышивать, этот процесс вспомнят только мои зрители, которые со мной уже давно-давно, это оригинальный набор Дом и Крафт, утки-мандаринки, здесь у меня вышито, ну процентов 40, вот самый низ, где большой объем идет, вот именно этих лотосов, у меня полностью все это вышито внизу, уже полностью работа готова, и теперь нужно идти вверх, вышивать воду, ну и конечно же переходить к уткам, нитки здесь у меня на органайзере, все как и было, сколько их тут у меня, два, два органайзера, не так много, нитки длинные, вот они все нитки, была где-то у меня и схема книжечкой, но я сейчас не вспомню, не найду ее, вот, а этот процесс у меня лежит, это у меня единственный процесс, который идет на основе, с нанесенным рисунком, вышивается очень легко, ну что тут можно сказать, просто нужно, как-то включить его в ротацию, вернуться к нему, и хотя бы по 500 крестиков в неделю, может быть сделать какой-то такой себе проект, 500 крестиков в неделю, брать и в один день просто его вышивать, иначе он так и будет лежать, лежать, здесь большая работа, 60 на 40, такой большой отрез аиды, полный 14 каунт, да, 14 каунт, вот, еще раз покажу вам, вот так, как показать, вот так, вот так у нас здесь, вот так лотосы, здесь вот так лотосы, и дальше утки, ну, нужно вышить, да, скажите, нужно же вышить, нужно, надо просто собраться силами, и завершить, вот с обратной стороны видно, сколько вышито, достаточно много вышито, поэтому нужно просто тоже организовываться, и уже как бы пора, пора, он много лет у меня лежит, много лет, просто из года в год я переношу этот дизайн, и никак не могу завершить, надо браться и вышивать, еще из стареньких, причем, такой неоднозначный процесс, процесс, который я не знаю, что мне с ним делать, когда-то загорелась, купила, но не пошел он у меня, не пошел, все, я пытаюсь его разобрать, но девочки пишут, постоянно вспоминают, и пишут, и вот говорят, ну жалко, ну попробуй еще что-то, что-то как-то с ним, попробуй подружиться, и вот поэтому я его еще и держу, уже столько раз порывалась, я взять его и разобрать на нитке, но думаю, а вдруг придет время, вдруг его время наступит, и я смогу вышить этот дизайн, это вышивая ру, когда-то я прям очень болела этими дизайнами, но видите, для меня оказались они сложными, но кто знает, я пока держу этот дизайн, а вдруг я смогу и буду его вышивать, вот так организованы нитки, здесь у меня три косы, такие, цвета классные, соответствуют картинке, основа здесь, по-моему, бестекс жесткая, 18-го каунта, но сюда такая нужна, у меня тут разметка уже столько лет, ну не смоется ее, видно не будет, потому что темный дизайн, вышиваю в три нити полукрестом, и вот то, что у меня есть, ну соответствуют картинке, так, если взять, соответствует, вниз вот эти вот такие, как монетки, они вот немножко расплывчатые, так в принципе и есть, ну что ж, ну что ж, в этом году хочу включить все-таки сагу, начать пользоваться сагой, купила себе новый планшет, может быть я и смогу вернуться к этому процессу, поэтому пока не расформировываю, этот процесс у меня переходящий, из года в год, схема тут напечатана, есть у меня все лежит, я по схеме вышивала, и по электронной пыталась, но как-то у меня не срастались отношения, потому что настолько часто смена нити, все это плотно, разброс одиночек большой, схема сложная, ну дам шанс, попробую в этом году, попробую, вдруг получится, если нет, я всегда смогу разобрать этот процесс, и в общем-то забыть о нем, пока у меня нет какой-то острой необходимости, все это разбирать, нитки вот дополнительно лежат, пусть лежат, и будем ждать, какая судьба постигнет этот процесс, вот, мы где-то посмотрели, еще половинка, и все, так, 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 этот процесс я очень люблю, дизайн точнее, процесс люблю, поэтому, конечно, хотелось бы вернуться, вот, это у нас кастом крафт, в моем дворике, подарок, и дизайн достаточно большой, но очень интересный, размер будет 50 на 35,6, вот такие классные здесь птицы, еловая ветка, шишки и снег, мне очень нравятся эти шишки, эти еловые ветки, самая-самая любовь в этом дизайне, здесь у нас вышивка на аиде 14 каунта, что у нас, да, 14 каунт, кофейная основа, и вот то, что у меня здесь вышито, делала несколько подходов, и смотреть, как раз-то получается, обалдеть, как мне нравится, прям настоящие шишки, елки, елки, иголки, цвета такие зеленые, насыщенные, конечно, не так много припарковано, вот как есть, ой, ой-ой-ой-ой, тоже хочется его вышивать, тоже хочется, и он несложно, он нормально вышивается, поэтому просто бери-до вышивай, нечего тут и оправданий искать, сложности никаких нет, нитки у Custom Crafts DMS всегда очень хорошего качества, даже лучшего качества, чем в магазинах, чем обычные покупные нитки, всегда у них какие-то, а по особенному они блестят, ниточки, ну, видите, здесь много зеленых оттенков, они немножечко уже такие, запутываются, потому что, когда вытаскиваешь, нет, всегда подсобирается немножко, есть такое, вот, пока на родных планшетках, там посмотрим, вот, и здесь у меня органайзер для игол, вот пока, я, кстати, забыла, думаю, где у меня этот органайзер, вот здесь, с иглами, так, ну, что, посмотрим, какая судьба, постигнет этот, этот, процесс в этом году, никто не знает, даже я не знаю, все у меня, это хранится, вот в такой вот коробке, под книгу, формат практически А4, очень удобно, помещаются туда все органайзеры, вот такие вот, для игл, у меня их несколько, мне их хранить, конечно, удобно, но если много процессов, то, то, конечно, уже становится неудобно, если 1-2 процесса, организовать в такие коробки, то очень удобно, классно, открываешь, там все, все есть, и все, пошел вышивать, так, продолжаем смотреть процессы, это у меня из летних стартов, давно покупала, мечтала, горела, Ankor, Maya Collection, вот такая восточная полка, и настолько вот, как бы мне хотелось давно его начать, но времени на все любимые же не хватает, поэтому я сделала себе этот проект летних стартов, начала и на этом и все, опять он у меня лежит и ждет, ну что ж, значит нужно ему еще подождать, здесь у меня Murano 32-го каунта, я заменила, была у нас значит вот Аида, какого 16-го, по-моему, или 18-го, 18-го, а я заменила на Murano 32-го, потому что здесь много 34-х креста, неполная зашивка, соответственно, ну мне здесь захотелось немножко, как бы, вот какой-то больше нежности, нежели Аида, снова это потеплей, от оригинала немножко по цвету она отличается, так, приложу здесь оригинальную основу, вот видите, она отличается от оригинальной, оригинально посветлее Аида, а Murano она такая потеплее, ну тоже очень, мне кажется, симпатично, лягут на этой основе ниточки, вот они, кстати, нитки на планшетке, видите, вот такие здесь цвета, классные, вот, они хорошо смотрятся и на этой основе, металлик есть там, вот, вот так, ну и был у меня сделан старт, буквально вот небольшой участок, в этом участке очень много 3,4 креста, и когда все эти детальки обошьются бэкстичем, конечно же, мы увидим вот этот резной стол, пока здесь просто крестики, крестики, такое пятно непонятное, ну вот я попробовала, сделала уже начало, можно так сказать, в процессы встроила этот набор, и будем надеяться, что он найдется время ему, хотя не знаю, есть у меня процессы, которые более желанные на этот год, ну посмотрим, как пойдет, не в 22, так в 23, какие наши годы, пусть пока полежит, я хотя бы его хоть попробовала, хоть открыла, хоть посмотрела, что тут, как тут у меня, вот, пусть пока полежит, я в любом случае его вышью, и у меня к этому набору есть все и парный дизайн, буду вышивать еще и его, когда-нибудь вышнется, так, вот у меня сейчас пошли уже все процессы летнего, летних стартов, здесь будут маленькие совсем, тоже продвижения, это у меня из покупок прошлого года, Ланарте, романтическая коллекция, Сары Мон, вот такая девушка, очень красивая, которая вышивается на льне, тонированном, и что у меня здесь вышито, вот так, по-моему, нужно смотреть, я с центра начала вышивать, у меня здесь только шея вышилась, вот такое небольшое пятно, конечно, сама работа, она акварельная, поэтому, проявляется не сразу, то есть можно вышивать большой какой-то участок, и картинка проявится уже, по завершению всей работы, но вышивается легко, крестиком в одну нить, основа здесь тоже очень приятная, по качеству, тонированная, интересная основа, ниточки здесь, я вот так завязала в узелочек, они коротенькие, их немного, ну, потому что крестом в одну нить, вот такой вот несложный процесс начался, сюда паркую вот так вот иглы, на органайзер от Дубко, ну, в общем, это такой начатыш, который начался, и пусть лежит, пока в таком состоянии, тут у меня вытащили сразу несколько, сразу два дизайна, начнем вот с этого, это старичок, который в этом году, нет, вот кровь из носа, мне нужно завершать эту работу, знаете, чересчур долго я ее вышиваю, точнее не вышиваю, я переношу из года в год, и как бы уже все, вот я думаю, что это процесс созрел, к тому моменту, что мне нужно брать его и завершать, прямо вот тоже отложу сейчас эту работу, и пойдет он у меня на завершение, это золотое руно, называется на охоте, картинку вам не покажу, не знаю, где у меня уже обложка, схема одна, нитки есть, обложка где не знаю, когда много процессов, оно вот так и получается, вот это, где держу пальцем, это крайняя граница, то есть вот осталось уже здесь меньше половины, и самое сложное, я вышила, осталось мне вот тут еще чуть-чуть потрудиться, постараться, там будет часа смена нитки, а фон вот этот вот зеленый, вверху будет только фон, вышивается очень легко, поэтому тут уж нужно, конечно, собраться с силами, взять и завершить, муж эту работу ждет, он любит собак, охотник у меня, а это у нас маленький поинтер на охоте, и это у нас птичка, ой, как же она, перепелка что ли, по-моему, ну в общем, охотничья тема, нужно вышить мужу, поэтому, что делать, откладываю в сторону, и срочно берусь за этот дизайн, кстати, муж уже спрашивал, где моя собака, она выщется когда-нибудь или нет, так, это его ключ, и нитки, точно, точно, а это у нас другая история, это я покупала себе на день рождения, раритетный набор Dimensions, Мать-Земля, но, к сожалению, там произошла какая-то история, набор ушел, и мне сделали сборку, но из оригинальных ниток JP Coats, схема здесь ужасная, мне прислали схему в саге, но я на тот момент, как бы, не сообразила, не знала, как мне нитки здесь, организовать значки другие, в общем, вышивала по бумажке, были некоторые сложности с нитками, и, ну вот, как-то не она не пошла у меня, да, нужно тоже будет организоваться, дизайн несложный, вышивается очень-очень легко, на этом участке, вот то, что вышито, пока нет бэкстича, нужно будет, когда я вернусь вышить бэкстич, настроиться, и дальше вышивать сам дизайн, ставлю картинку, то я рассказываю, рассказываю, и вы не имеете перед глазами, того, что должно получиться по итогу, интересный дизайн, красивый, и я думаю, что ему нужно обязательно появиться на свет, но тоже здесь нужна своя организация, как-то нужно здесь собраться с силами, вот, есть у меня отдельная организация с нитками, в коробке органайзер, там парковщик, ну, уже не буду нести, показала сам процесс, и мы идем дальше, так, продолжаем тему Dimensions, куда без него, и здесь у меня оригинальный набор, подарок, тоже давно был подарен, лежал, лежал, и вы знаете, в месяце стартов, я решила вот эти вот мои давние мечты, хотя бы надкусить, чтобы они мне мозолили глаза, и в какой-то момент я их начала вышивать, это Фредерик Литератор, всем известный дизайн, очень легко, классно, быстро вышивается, я помню, когда начала этого котика вышивать, он вышелся за несколько дней, настолько приятно, даже вот на черной основе не было никаких проблем, очень легкий дизайн, и вот этот дизайн я заберу на работу, потому что, у меня там была бескорнила триолис, я уже с ней разобралась, и мне нужен какой-то легкий дизайн, и вот именно этот котик, он очень-очень легкий, вокруг котика книжки, книжки вышиваются большими цветовыми пятнами, не нужно как бы сильно часто менять нитку, берешь какой-то участок, и можно там одну-две нитки вышить, то есть легко вышивается, поэтому котик отправится на работу ко мне, и я буду его там потихоньку вышивать, разметка у меня здесь меловым карандашом, все это отстирывается, и даже стирается рукой, если потереть, все это стирается, поэтому разметка у меня здесь щадящая, она мне нужна, она мне помогает ориентироваться, и вот буду его вышивать на работе, моего классного-преклассного кота, Фредерик, я знаю, что его много раньше вышивали, и это уже такой заезженный дизайн, но мне он очень нравится, я люблю котов от Dimensions, поэтому обязательно будет вышиваться и Фредерик, так, дальше, опять же, летние старты, вот такой вот старенький, старинный набор фирмы Вервака, это подарок мне, у меня есть и второй такой набор в пару, и что у нас здесь, дизайн очень легкий оказался по схеме, вышивала несколько дней, и у меня сразу вот так вот вышилось много, получается красиво, основа здесь Аида, 14 каунт, вышивается легко, разметка у меня здесь меловым карандашом, поэтому все это тоже легко отстирается, я не переживаю о том, что работа лежит с разметкой, карандаш он отстирается очень-очень легко, и вот такая вот птица, это у меня бенциносный журавль, я все долго думала, гадала, что же это за птица, и подсказали мне потом девочки, спасибо большое, вот, ну и дальше будут вышиваться здесь еще вот такие вот глазки звери, хищники и травоядные, хищники и травоядные, вот, ну это такой дизайн, в планы он прям вот 100% не входит, будет вышиваться, нет, будет лежать, вот ниточки в косе, но уже немножко потрепались, пока я там шила, что-то тянула, где-то зацепилась ниточка, и немножко какие-то цвета по ниточек собрались в узелочки, так, я уже немножко заговариваюсь, но осталось чуть-чуть, чуть-чуть, так, это у меня что, это у меня не начатыш, нет, нет, значит, смотрите, это не начатый процесс, это просто у меня здесь лежит набор парный, который идет к воде, я вам показывала в самом начале года, это вот земля, то, что мне нужно будет вышить в этом году, очень красивый дизайн, посмотрите, какая здесь девушка симпатичная, яблоки, очень такой мирный, тихий, и гармоничный сюжет, вот, он у меня прям в процессах лежит, чтобы не забыть его начать, вот, а это из очень старых, и мне кажется, что уже пора, наверное, его расформировать, но лежит, еще в какой-то надежде, что, а вдруг я, когда-то вернусь к этому дизайну, начинала его, наверное, лет 6 или 7 назад, а может и больше, я уже даже не вспомню, когда был начат этот, еще такая основа, Аида, мягкая, дырчатая, которую, наверное, здесь покупала лет 10 назад, это панна, там греческие вазы, по-моему, называется, я вставлю вам картинку, где-то здесь вставлю картинку, вот, у меня одна работа вышита из этой серии, одна из первых работ, и мне хотелось и в парную, но видите, так и не случилось, даже не знаю, вышивать, не вышивать уже, время прошло, как бы, сам дизайн потерял для меня, ну, интерес, но пока лежит, даже вот, не знаю, прям, что делать, надо взять, расформировать хотя бы нитки, зачем они здесь томятся, они мне где-то пригодятся, нет, я их потом опять соберу, схема-то есть, или пока пусть полежит, вот жалко прям разбирать эти, эти процессы, вы не поверите, все какая-то есть надежда, а вдруг, а вдруг смогу, ну, пусть пока еще полежит, так переходит из года в год, это вот именно то, что надо разобрать уже и забыть, нет, все жалко, даже не знаю, так, потихонечку, завершаются, потихонечку подходим к завершению процесса, осталось совсем чуть-чуть, еще немножко терпения, так, 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 это тоже из летних стартов, я ни разу не вышивала, что-то на гобеленовой сетке, это такой небольшой наборчик, рогоблен, 15 на 20 сантиметров, красивая корзинка с цветами, 26 цветов, здесь ниточек у нас используется, вот она сама, эта сеточка, очень беленькая, и вот оно, вот как-то, так, вот оно начало, так, что-то беленькое, селку, вот оно начало, с уголочка я начала, и вот так получается, очень детально, красиво, плотненько, все идет одним полотном, конечно, получается, очень-очень здорово, вот, но этот процесс, наверное, полежит, потому что он как-то меня не зацепил, нет у меня каких-то таких прям сильных эмоций, и впечатлений браться и вышивать его, вот я бы лучше миробилию повышевала, там собаку свою бы завершила, ну а к этому пока душа не горит, но в принципе небольшой это дизайн, поэтому можно будет его вышить, придет его время, пусть еще пока полежит, организация у меня здесь вообще нет какой-то особой организации, иглы я втыкала прям вот в эти бобинки, когда я вернусь снова к этому процессу, может быть, я как-то по-другому организую, цвета вот такие, ниточек много, много зеленых, вот так, в общем, вот такой вот, тоже у меня есть начатыш, попробовала, познакомилась с гриблиновой сеткой, ну и пусть пока полежит, дальше будет видно, у меня вот такой гигант, это от Ланарте, ростомер, купила в одном из местных магазинов, он там залежался, завалялся, и у меня в принципе как бы не к чему было, но думаю, ну я его заберу, вдруг пригодится, и было очень интересно открыть, посмотреть, что, как в этом наборе устроено, начать, тоже попробовать, и я пыталась вернуться к этому процессу, еще повышивать, но так как здесь ужасно длинная основа, и очень сложная схема, она очень крупная, она несложно, очень крупная, вышивать на руках этот дизайн невозможно, здесь нужна организация какая-то по качественней, чтобы это было на станке, потому что всю эту основу как-то нужно закрутить, натянуть, когда вышиваешь на руках, часть основы как бы на мне лежит, как-то висит, поэтому вышивать буду, процесс интересный, этот ростомер, основа здесь равномерно, очень интересная, вышивать буду обязательно, единственное, что, конечно, здесь нужно дождаться моего станка, чтобы он освободился, и сделать хорошую организацию, натяжку, все это организовать качественно, нитки, иголки, цветов много, здесь три планшетки, вот так, три планшетки, видите, много цветов, вот такие вот будут вышиваться здесь сюжетики, вот к этому процессу нужно организации, иначе я его так не вывешу, я пробовала, но это крайне неудобно, вот кусочек схемы вам покажу, посмотрите, какая она крупная, здесь такие листы, три листа, если их открыть все, они полностью покрывают мою кровать, огромная схема, это неудобно, потому что лист как-то нужно тоже держать в руках, как-то его свернуть, что-то с ним сделать, и длинная основа, огромная схема, неудобно, просто нужна какая-то другая качественная организация, так, дальше, итак, и заключительный процесс, который у меня сейчас в активной стадии находится, идет на завершение, это Dimensions, оригинальный набор, ангел элегантности, очень такой редкий, интересный дизайн, показываю вам картинку, девушку, ангела, и то, что у меня уже вышито, у меня вышито, половина работы, здесь юбка уже готова, осталось вышить саму девушку, вот я уже приступила к рукам, рукавам, крыло уже повышевала, ну и буду потихонечку уже подниматься, сейчас я вам немножечко развернула работу, чтобы вы могли посмотреть, оценить сам дизайн, немножко вам приближу, покажу более с близкого расстояния, потому что очень интересный действительно процесс, и дизайн редкий, я думаю, будет вам интересно посмотреть, шубка, здесь у нас металликом вышитый лейзи дейзи, по красному, металлик идет зеленым цветом, вот здесь бэкстич бленд с золотой ниткой, здесь вот такой вот бэкстич в одну ниточку, в зеленую, и французские узелочки, красная нитка получается очень красиво, как бусинки, какие здесь еще красивые детали, юбка, край обшивается бэкстичем двух цветов, и золотой ниткой, вот этот кант, простите, и также будет здесь бисеры, бусины в шубке и в юбке, вот, вот такая красота, снежинки у меня вышиты с левой стороны, с креником, это Мулиней Креник Бленд, и здесь будут снежинки, но пока я к ним еще не созрела, чтобы приступить, очень мне лень высчитывать именно вот это поле, где они должны находиться, сейчас себе ставлю задачу просто вышить крестики, но потом потихоньку буду уже заниматься отделочными работами, вот такая у меня здесь работка, такие мои процессы, я надеюсь, вы отнеслись с пониманием к моему количеству процессов, как вы понимаете, часть из них будет вышиваться, ну, остальная часть, не знаю, пока полежат, и посмотрим, как будет складываться жизнь, настроение, как вообще все это дело пойдет, на что, к чему у меня будет лежать душа, а на этом у меня все, желаю вам хорошего настроения, до новых встреч, и всем пока-пока. Я уже с вами попрощалась и стала собирать, уже разносить все процессы, все коробки по местам, и нашла еще два процесса, которые у меня немножечко, так сказать, спрятались за остальными коробками, я их не заметила. Это две мои скатерти, я недавно вам их показывала, в моих текущих процессах, это вот один из моих новых проектов, которые я сама себе придумала, это будет у меня дорожка, на вот этот комодик, здесь я вышиваю вот такие узоры, каждая звезда у меня вышивается различным цветом, потому что я использую свои остатки, от ПНК имени Кирова, и они, естественно, каждая бобиночка у меня по одному цвету, поэтому каждый элемент у меня будет немножко другого оттенка, и в этом будет заключаться, как бы, вот это разнообразие этой дорожки, не однотонная, а они будут разбросаны, по цветовой гамме эти звездочки, распределены по всей основе, и по краю основы будет пристрачиваться вот сюда такое кружево, оно уже готово продается, просто нужно будет подобрать, купить и пришить, но для начала нужно их вышить, все эти мои красивые элементы, и здесь их достаточно много, потому что дорожка тоже достаточно такая длинная, их здесь должно поместиться, значит, две здесь, плюс еще по три здесь, значит, мне нужно еще вышить тут шесть, и тут две восемь, еще восемь таких звезд, вышиваются они легко, но, конечно, сам объем работы, он большой, и нужно потратить время, вот, вышиваю я на аиде 10-го аккаунта, это из какого-то китайского набора, я ее туда вытащил, ну, какой-то дешевенький был набор, вытащил эту основу, она вот прямо вот мне идеально для этого проекта, такого пробного сюда подошла, потому что очень плотная, хорошо апретированная, и будет хорошо держать форму при стирке, не деформируется, ничего с ним не происходит, и буду я вышивать вот такую дорожку, это у меня один такой прикладной процесс, и есть еще один, это вервака, вервака, вот такая скатерть, 80 на 80 сантиметров, здесь у нас по краю скатерти, по кругу нужно вышивать вот такие красивые розы, шикарный набор, красивая должна быть скатерть, покупала очень-очень давно здесь у нас, в наших магазинах, но, как вы понимаете, сил у меня на эту скатерть не хватило, дело в том, что я сначала боялась вышивать, я не знала, как, не умею вышивать идеальной изнанкой, вот, и поэтому у меня процесс отложился, застопорился, но когда я посмотрела, что здесь у нас в Греции, вышивают, в принципе, не идеальная изнанка, стараются, главное, поаккуратнее, но, как бы, не задаются, прям вот целью идеальной, хотя есть такие рукодельницы, женщины, которые вот идеально-идеально вышивают, но и есть обычные изнанки, поэтому я решила, что, так как мне тяжело перестраиваться на идеальную, и удовольствие от процесса сразу теряется, я решила вышивать обычной изнанкой, так как получается, и вот я вышила одну розочку, и вот тут уже начала, и с центра еще эти элементы, вышиваются кресиком в три нити, здесь у нас, по-моему, тоже соответствует десятому каунту, в принципе, вышивается быстро, главное, время, сиди, да, вышивай, вот такие у меня еще нашлись два процесса, теперь точно все по процессам, следующее видео будет об итогах, как вы видите, у меня много всего, и видео получается длинное, поэтому, конечно, собраться на съемку мне сложно, но пользуюсь выходными, я думаю, что сниму быстренько видео об итогах, а дальше уже там посмотрим, что у меня, да, как, и напомню, что на 31-12-е у меня остается 24 процесса, я себе эту табличку обновлю, на первое число сделаю на работе новую табличку, и буду также ее вести, в основном, вот, записываю дату начала и дату финиша, больше мне, в принципе, и какой-то информации не нужно, я здесь хотела себе писать прогресс, там вышивала, не вышивала, но это мне казалось ни к чему, просто старт и финиш, если оставлю себе колонки для этих дат и этой информации, чтобы можно было видеть все мои процессы вот так вот наглядно на одном листочке. А на этом у меня все, желаю вам хорошего настроения, до новых встреч, всех с наступающими праздниками, и пока-пока!